Добрый вечер! В 2017 году мы стали свидетелями множества противоречивых и, прямо скажем, не самых радужных событий из международной политической жизни мира. Давайте разбираться. Вместе с политологом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. А тут на Медне Стивен Мучин объявил о введении новых станций в течение 30 суток. Это зачем? Это куда? В дополнение? Или это все тот же шлейф? Это уже было заложено принятием закона прошлым летом. Они, собственно, его реализуют только. То есть, перемены все произошли. Приход Трампа, на самом деле, вопреки всей этой истерии, что он сговорился с русским, он, на самом деле, означает возвращение к настоящей психологии холодной войны. Не вот это вот какая-то там сложная расчета, здесь сотрудничаем, здесь не сотрудничаем, как у Обамы там или даже у Буша было. Четко Россия противник. Записано во всех документах новых принятых. После некоторых слов президент, кстати, мне послание понравилось. За много лет довольно жесткое послание, да, довольно такое мощное. Я бы сказал, беспрецедентно. По интонации, по фактуре. Мне понравилось, что в кои-то веке, у нас же, к сожалению, на протяжении многих лет, у нас вот, весь, так сказать, нарратив был построен на жалобах. Вы нам то, вы нам все, вы решили ли на то, вы нас обманули. То есть, нытье такое. Ну, безотносительно справедливо это или нет, но в какой-то момент, ну, это бессмысленно. Ну, кому интересно слушать, как огромная страна, в общем, обладающая многим чем, ноет, как ее. И вот в первый раз вообще этого не было. Вообще. Ну, он перечислил, но уже в совершенно другом, просто как справочно. А американская реакция официальная была вот в нашем стиле, что мы не позволим, мы на страже там. То есть, вот это вот изменение от жалоб к неким, ну, констатации, а у них наоборот. Они начинают тут же свою публику уверять, не-не-не, у нас все нормально, вы не думайте. Это вот существенно, мне кажется. Это же американцы вышли из ПРУ в 2000, насколько я понимаю, в втором году. Да. Следовательно, этот аргумент никаким образом не опровергнут. Да нет, он не опровергнул, он это сказал, но вопрос, как бы сказать, в настрое. Настрой спокойный. Шойго замечательно сказал, а что про-то дырявый зонтик? Ну, пусть троят эти деньги, все равно бессмысленно. Это я слышал. Мне это очень нравится. Конечно. Я это сформулировал, как такие очень грамотные мужские заявления. Да, никаких... Очень спокойные, очень достойные. Тем не менее, когда-нибудь же должен наступить момент, когда Америка начнет стремиться к сотрудничеству. Так же не бывает. Причем это не обязательно в области интересов конкретно Соединенных Штатов. Но есть глобальные интересы. Это может быть в одном регионе, в другом регионе, в третьем. Так или иначе, надо избегать столкновений. И уж конфронтация даже в мелочах может привести к очень неприятным последствиям. Ну, знаете, когда-нибудь он наступит. Но наступит ли он сейчас, это вопрос. Потому что те ребята, которые сейчас сидят в Белом доме вокруг, они не пугливые. То есть, они, в принципе, могут перчатку поднять. Тогда мы имеем что-то подобное, гонки вооружения. Они, кстати, не пугливы, потому что у них на территории никогда войны не было. Ну, поэтому тоже. Но, в принципе, Трамп же человек такой... Real estate business. Это же специальная психология. А вы уверены, что эта философия идет от Трампа, а не от Конгресса? Нет. Это философия холодной войны, которую они... То есть, не Путин объявил, а ему объявили. А он уже ответил. Это идет от Трампа и его команды. Конгресс там немножко другое. Конгресс в основном все-таки руководствуется той философией, которая была раньше. А это значит менять режимы. А у Трампа и его вот этой гвардии, это классика, Рейган и все прочее. Не режимы менять, а всех вот так вот. Нам плевать, какой у вас режим. Будете сидеть. Ну, я утрирую, естественно. Так что нет, там произошло существенное изменение. На что мы отвечаем. Следует ли сегодня предполагать, что дальше разговор пойдет о гонке ядерных вооружений? Ну, предполагать можно. Очень не хотелось бы повторять на те же грабли, что... Ну, судя по заявлению Путина, мы в это не полезем. Ну, Путин пока что сыграл красиво. Он сказал, что не мы вас догоним, а если хотите, догоняйте вы. Это мне понравилось. Нет, нет. Хотите, пожалуйста, валяйте. Насколько опасно рассуждение военных, а я слышал заявление, ну, читал заявление генералов Соединенных Штатов, что они не исключают ядерный конфликт. Ну, это давно уже звучит, строго говоря, и у нас в доктрине, и Путин напомнил, что мы же не исключаем применение, но только в экстраординарных обстоятельствах. В ответ. Они сейчас... Нет, не только в ответ. Ну, в смысле, в ответ на, в том числе, масштабную агрессию без применения. Конечно, ну, неважно, в ответ. Вот, ну, это один из вопросов. В Холодную войну, все-таки, мы помним, был этот страх, вот этот вот табу, вообще, не дай бог, будет применено оружие ядерное. Ни в каком виде. Это все, это конец, ядерная зима, там все такое. После Холодной войны сначала вообще ушла эта тема, потому что считалось, что, ну, все вроде, нету опасности. А когда она вернулась, то уже она вернулась в ситуации... Ну, а, собственно, что? Это, ну, речь идет, естественно, не обмене массированными ядерными ударами, это понятно. А, допустим, тактическое применение, ну, не знаю, Индия применяет против Пакистана. И что? Мир рухнул? Нет. Или там, Северная Корея, вот, пугала-пугала, а потом все-таки что-то реально пульнуло. Вот здесь психологический порог. Применение ядерного оружия, которое не влечет за собой мировую катастрофу, сразу создает... А, ну, так можно, значит? Вот я про это как раз и говорю. То есть психологический мир готовится, что ничего такого... Ну, мне кажется, что действия Путина, в частности, они в том числе нацелены на то, чтобы напомнить, что вы зря, ребята, так думаете. А что вообще сам по себе постулат «Мир через силу»? «Мир через силу» очень смешно по-русски звучит. Ну, да. Типа «мы не хотим, но приходится». Ну, да. Ну, это, вот, собственно, ответ на это и звучит. Вот когда говорят, что Путин объявил холодную войну, Путин не объявил холодную войну, Путин принял вызов. Потому что те документы, которые были приняты Соединенными Штатами вот с декабря по февраль, три программных этих, ну, концептуальных, они все «Мир через силу». То есть сила прежде всего. Ну, тогда чего удивляться? Ну, любое действие рождает противодействие. Правильно, вот оно и родило. В этой связи сам постулат выдвинутый уже алогичен. Они же не могут этого не понимать. Почему алогичен? Ну, если люди верят в то, что только сила определит успех Америки, да и мир во всем мире. В общем, сама по себе идея, что сила является гарантом мира, она не абсурдна. Это как бы из истории известно. Хочешь мира, готовься к войне. Но только при этом надо, баланс должен быть. Что случилось после Холодной войны? Баланс ушел. Пока было при все малоприятности 60-х, 70-х годов, со всеми провокациями, обострениями. Но после Карибского кризиса обе стороны прекрасно понимали, что есть грань, за которую ходить нельзя. А сегодня? А сегодня это ушло куда-то. Вернее, после Холодной войны это ушло, потому что исчез баланс. Ну, Россия на какое-то время ушла, так сказать, с ринга. А Соединенные Штаты решили, что ничего, собственно, уже нет необходимости с кем-то что-то соизмерять. Сейчас это возвращается, но очень мучительно. Потому что очень не хочется признать, что опять надо возвращаться к тем механизмам, которые были на последней фазе Холодной войны. А надо, придется. Ну, хорошо, санкции все-таки, какие бы они ни были, коротковременные, долговременные, должны предполагать какой-то объективный результат. Ну, это всегда вопрос, чего добиваются, если считать, что добиваются... Ну, то есть, нет, ослабление режима нашего и изменение политики. Пока ни того, ни другого не происходит, хотя, ну, тоже шапками-то закидывать не обязательно. Ну, я понимаю, но кремлевский список может на что-то очень серьезное рассчитывать? Это же очень личностный список. Нет, как раз он не личностный. Личностный он был бы, если бы они приняли тот список, о котором шла речь на подготовительном этапе. Адресный. Вот вычленяется группа. А кремлевский список разве не адресный? Нет, он ковровый. Все. Ну, тем не менее, фамилии людей, которые туда входят. Не, ну да, понятно, фамилия. Ну, когда 200 человек и практически вся деловая политическая элита, это уже совсем другая логика. Одна логика, как раньше. Мы сейчас выделим тех, кто близок к начальнику. И на них надавим, чтобы они там его или попросили, или чего-то, в общем, бросились в ноги, чтобы их интересы отстоять. А другая логика, что это не важно. Ты близкий к Путину, не близкий к Путину. Русская элита свободна. Это совсем другой принцип. Это принцип холодной войны. В холодную войну, в общем, не боролись с отдельными группами. Боролись с системой и государством. Интересно, если бы сегодня состоялся диалог между Россией и Соединенными Штатами. О чем можно было бы договориться, не теряя ощущение, что этот договор останется в силе? Ну, я думаю, что тут уже очевидная тема после послания особенно. Это вот новые договоренности о регулировании режима сдерживания. То есть, не о отмене. То есть, мы как сдерживали, так и сдерживаем друг друга. Но надо как-то ввести в рамки. Вернуться к тем договорам, которые еще действуют, но обвиняем друг друга что-нибудь как РСМД. Посмотреть, нужны ли новые или не нужны. Вот это естественная сфера, потому что, ну, все равно, несмотря ни на что, США и Россия остаются двумя странами, способными физически уничтожить друг друга. Как можно договариваться с ними? И как можно предполагать, что подписанный договор на что-то повлияет, если они его могут порвать в одну секунду? Ну, любой договор, как и вообще вся система международного права, это всегда продукт соотношения сил. Так было в античном мире, так было в средние века, и так происходит сейчас. Сам по себе, конечно, никакая договоренность, это не кровью же записано, она не может быть вечной. И, собственно, международное право, которым всегда апеллируют, оно что же меняется? Оно меняется, исходя из того баланса, того соотношения, которое складывается. Вот что произошло в конце 80-х, начале 90-х годов, произошло разрушение баланса, а вся правовая и институциональная система сохранения и поддержания мировой стабильности, она была сформирована в те годы, когда баланс был, то есть во второй половине 20-го века. Соответственно, формально ее никто не отменял, фактически изменилось все, и апеллировать к тем принципам в новых условиях было очень сложно. Сейчас, как бы ни хотелось стране, победившей в холодной войне, или той стране, которая считала, что она победила в холодной войне, сохранить вот эту ситуацию, когда они, в общем, определяют правовую целесообразность. Но уже невозможно. Мир изменился, и дело не только в России, вообще Китай стал другим, очень много стран, которые раньше вообще не играли никакой роли, они теперь требуют, так сказать, уважения своего слова. Ну, Турция, например, какая-нибудь, она ведет себя совершенно не так, как раньше. И вот теперь возникает новая нужда, осознается новая нужда в каких-то правилах. Вот это дает некоторую надежду. Другое дело, что состояние умов в мире на политическом уровне, на, не знаю, технологическом уровне, ну, мягко скажем, внушает опасения. И вообще мировая политика, может быть, из-за того, что вот этот период после холодной войны породил чувство какой-то, как это, легкой смысле необыкновенной. Такая вот, а, собственно, что, ничего страшного не будет. Так делаем, сяк делаем, ну и что. Сейчас, если вернется ощущение реальной угрозы войны, я совершенно не поклонник такого рода вещей, но объективно говоря, может быть, как Путин сказал, что отрезвление должно наступить. Отрезвление касается всех. И это не в том смысле, что мы что-то пересматриваем. Они пересматривают свои подходы, мы пересматриваем еще кто-то. А просто понимание, что за какими-то действиями следует неизбежный результат. Вот это нарушилось после холодной войны. Почему-то на Западе стали думать, что можно делать вещи, за которыми ничего не последует. А это не так. Любое соглашение будет о минские договоренности. Как легко понять, Порошенко же не сам подписывает законы, вероятно, согласуется с большим братом. Но это на глазах у всего мира. Вот они подписаны. И говорят, если вы выполните, то будет вот так. А если вы не выполните, даже если не выполните, договорились, мы это сделаем. Отменились Минск-1, Минск-2, судя по всему, вообще. Хотя на глазах у всего народа Порошенко объявляет, что подписанный закон никаким образом на минские соглашения не влияет. Но это уже из области, я не хочу никого обидовать, но это уже из области пограничной, это не входит в рамки человеческой логики. В случае с Украиной, я думаю, тут очень сложная смесь между тем, что хочет от них Вашингтон, который тоже точно не знает, что он хочет. На самом деле, Украина до кризиса 2014-2015 годов была настолько периферийна для, собственно, американского истеблишмента. Но мы знаем, что Соединенные Штаты страна в массе своей довольно интровертная. Они не интересуются миром, уж такие какие-то мелкие обстоятельства, как Украина. Ну, кому это надо? Поэтому они плохо понимали, куда, собственно говоря, они засовываются. И до сих пор они очень плохо понимают, что там делать. Потому что реальность Украины, с которой Россия-то хорошо была знакома и до этого кризиса, в особенности, мягко скажем, украинской политической культуры, которая никогда не выполняет никаких обязательств, просто потому, что это часть этой культуры. Для американцев и для европейцев это стало некоторой новостью. Но как бы то ни было, вот попытки что-то навязать, когда ты сам точно не знаешь, что ты хочешь со стороны Соединенных Штатов, и при этом просто как ртуть украинские деятели и политики, и олигархи, уворачиваются от того, чтобы что-то выполнять. То, что они пообещали не только русским, это понятно, мы там сейчас у них враги и так далее, но даже американцам. Вот это создает ситуацию, как-то вообще непонятно, как с ним всем управлять. У труса оружие создает ложную уверенность, храбрость. Это всегда было. Поставка сегодня Украине 200 ракет, там несколько установок, штук 200 ракет, это же определенный риск. Да, это очень рискованно. И не случайно президент Обама, который у нас очень не любит, и есть основания, но вот чего у него не было, так это желание воевать. Вот он отличался как раз от обычных американских президентов тем, что он вообще был невоинственный человек. Отчасти это создавало проблему, потому что, когда невоинственный человек возглавляет самую воинственную в мире страну, это такой диссонанс получается. Поэтому у него многие вещи пошли довольно криво. Но вот в части поставок оружия Украине, несмотря на все давление, которое на него оказывалось, он занимал абсолютно железную позицию. Во-первых, он опасался того, о чем вы говорите. То есть, мало ли что, может быть, даже не намеренно, но получается какой-то инцидент, и дальше понеслось. Во-вторых, он совершенно справедлив, будучи человеком весьма неглупым, он понимал, что Россия рядом, у России есть определенный комплекс чувств и ответственности перед тем, что происходит на Украине. И поэтому, что называется, сколько бы ни дали им, все равно они войны не выиграют. Ни у Востока Украины, ни у России. При Трампе возобладала другая точка зрения, что мир через силу, опять-таки. Чем больше силовых жестов и акций, тем больше уважения и больше внимания к интересам Соединенных Штатов. Помните, в самом начале президентства Трампа, весной, после очередных обвинений в применении химического оружия, которые потом как-то повисли в воздухе, но были придемлены в адрес Асада, Трамп распорядился нанести мощный ракетный удар по Сирии. И вот это был модельный вариант. За этим ударом ничего не последовало. Все сразу сполошились, что теперь будет, новая политика США. Нет. Это не был удар для того, чтобы, я не знаю, там, начать большую операцию. Или потребовать чего-то. Или объявить новую стратегию. Ничего этого не было. Просто показать силу. Видите, какие мы крутые? Смотрите. Ну, опять же, для дворовых отношений, или для отношений в сфере бизнеса по торговле недвижимостью, где, как мы знаем, нравы довольно жесткие. Вот это нормально. Но, вообще говоря, в глобальном масштабе. Это что же такое-то? Поэтому вот эта вот ставка на силу, она, собственно, и ведет к эскалации, которую мы в том числе видели. Реакцию на нее мы видели в послании Путина. Оно, конечно, было бы неплохо. Но некоторые заявления, ровно из басни Крылова, правда, по риторике напоминают, заявления Тимошенко и многих прочих, что они обязательно вернут Крым, что разрабатываются планы по освобождению Донбасса и так далее, звучит с виду как-то не очень солидно, но, видимо, это на чем-то основано. Ну, это основано на стремлении набирать политические очки и поддерживать, так сказать, тонус напряженности. Как говорят специалисты, я не могу себя назвать специалистом по Украине, но, тем не менее, слушаю тех, кто понимает. Феномен Украины ведь в том, что страна пребывает в крайне печальном состоянии, во всех смыслах, политическом, экономическом, социальном. Но при этом она продолжает движение, и рассчитывать на то, что она исчезнет, развалится, в общем, не стоит. Там такой вот феномен, во-первых, невероятной приспособляемости людей, которые такое ощущение, что еще выше, чем у нас. У нас люди очень адаптивные, но там еще больше. То есть, готовы каким-то образом адаптироваться к любой ситуации, даже самой ужасной, что бы ни делали власти. И, в общем, война большая для Украины крайне опасна, потому что я думаю, что если Украина попытается решить какие-то вопросы военным путем, то она уже спровоцирует Россию уже не на половинчатые меры, а на какие-то очень серьезные, чем уже не глядя на политические издержки от этого всего. Все-таки там самоубийства нет. Порошенко, Тимошенко, они же очень хитрые, расчетливые политики. Они всегда делают то, что в данный момент выгодно и не несет непосредственной угрозы им. Ситуация неурегулированного конфликта на Востоке и военного конфликта, как говорят специалисты, низкой интенсивности, она выгодна. Потому что это, с одной стороны, привлекает внимание сильно подуставших от Украины спонсоров западных, потому что Украина надоела, честно говоря. Ведь на Западе, как это ни странно может показаться, нам действительно были очень большие иллюзии у многих. Что сейчас Украина, освободившись от русского гнета и влияния, вот сейчас она станет историей успеха Польша вторая или еще даже. И вот это разочарование, которое показало, что не в России дело, сама страна устроена так, что ее даже практически реформировать невозможно. Это привело к большой усталости. И желание как-то с этим заканчивать, оно существует. Но, если Украина позиционирует себя как жертву агрессии, ну, тогда куда деваться? Надо защищать против страшного злого Путина. Решение конфликта в Сирии в том числе зависело и от Турции, от Ирана. И в этой связи вот эти взаимные интересы нескольких стран, которые не очень касаются Соединенных Штатов, приводят довольно странные композиции, довольно интересные, я бы сказал. Интерес Турции, интерес Ирана, мы. Но мы-то официально вообще просто по просьбе правительства там находимся и с точки зрения международного юридического права мы, по-моему, единственные, кто имеем право где-то там действовать. Но это не имеет значения, судя по всему, по сегодняшнему положению вещей. Итак, Турция, Иран, мы, Соединенные Штаты. Или какая-то коалиция вместе с Соединенными Штатами. Вот этот конгломерат, вот это вот взаимоотношение, что это и как это разрешается? Ну, Сирия – это вообще место, которое потом, наверное, будут изучать во всех учебниках по международным отношениям. То, что там происходило, и особенно сейчас происходит с точки зрения дипломатической эквилибристики, что-то невероятное. Мы помним, какие у нас были отношения с Турцией два с половиной года назад. То, что Россия и Турция сумели тот конфликт перевернуть в страницу, это невероятно. Я, честно говоря, когда вот он случился, я не верил, что такое возможно, что, во-первых, сама по себе ситуация была крайне острой и опасной. Во-вторых, понимая некоторые личностные особенности и президента Эрдогана, и президента Путина, в общем, чтобы кто-то пошел на какие-то потерю там лица или... Но, тем не менее, случилось. Случилось это по очень рациональной причине. Обе стороны, прикинув, взвесив ситуацию, поняли, что масштаб вреда, который каждый из них может причинить другой, таков, что лучше этого не делать. Я не беру помидоры и туризм. Это уже так. А я имею в виду именно такие стратегические вещи, которые очень сильно осложнили бы положение им и нам. И вот, поняв это, два лидера решили, что целесообразнее этот вопрос закрыть. Ну, вернее, перевернуть страницу. Такие вопросы обычно не закрываются навсегда, но тем не менее. И это открыло дорогу к взаимодействию по Сирии, что тоже было чудом, потому что до этого Россия и Турция находились на жестко противоположных сторонах фронта. И Эрдоган понял, что с русскими надо взаимодействовать. Иначе это просто слишком опасная ситуация создается для страны. Иран к этому присоединился, потому что у Ирана свои огромные интересы в Сирии, для него это вопрос жизненно важный. И то, что удалось создать этот треугольник, это гигантское дипломатическое достижение, невероятное. Его пытаются разрушить все время. Мы видим, как тяжело идет между Россией и Турцией. То есть, напряженность все время нарастает и все время приходится Путину и Эрдогану лично разговаривать, чтобы это все разрешать. Но пока это работает. Проблема заключается в том, что этого треугольника для финального решения недостаточно. Понятно, что когда речь идет в общем о судьбе Арабского Востока, Сирии, это как квинтэссенция тех проблем, которые там накопились. Не могут три неарабские страны решать судьбу арабского мира. Понятно. Соответственно, критически важно привлечь туда кого-то из влиятельных арабских стран в идеале Саудовской Аравии. Эта задача фантастически сложная, учитывая отвратительные отношения между Саудовской Аравией и Ираном, просто на грани постоянно тоже срывания в войну, учитывая крайне, мягко скажем, специфический интерес Саудовской Аравии в Сирии и тех, кого они там поддерживают. Но тем не менее, мы видим, что российская дипломатия просто костьми ложится, чтобы привлекать всех. Вот это вот красивое слово «инклюзивность». Такое дипломаты любят. Но это в данном случае это жизненно необходимо, потому что иначе это не решается. Плюс рядом над нами парят Соединенные Штаты, которые обладают абсолютным потенциалом разрушение всего, что только они захотят, если такое случится. В России вообще говоря, союзники есть, которым можно доверять, и с кем у нас тогда складываются нормальные отношения, на которых можно основательно полагаться? Здесь есть разница, на мой взгляд. Нормальные отношения это одна ситуация, союзники это другая ситуация. Давайте разделим. союзников, если быть откровенными, союзников у нас нет. Союзников в том плане, как они есть у Соединенных Штатов, как там они возникли, это мы сейчас не берем, но НАТО, безусловно, это союзники, там достаточно жесткая дисциплина и все прочее. А у нас таких союзников нет. У нас есть, с другой стороны, очень важные партнерские отношения с Китаем, которые строятся на взаимном уважении. Взаимном уважении не означает, что китайцы бросаются нам, так сказать, на помощь, как Чип и Дэйл по любому вопросу. У Китая очень строго сформулированы собственные интересы и представления, поэтому не надо ждать, что Китай признает Крым российским, не надо ждать, что Китай поднимет голос и скажет, что МОК обижает Россию, Китая это не касается. Но Китай, что важно, вот это вот принципиально, никогда не скажет и другого. Китай никогда не присоединится к тем, кто будет на Россию нападать. Как и на Ваш взгляд предвидится, ну скажем, пять или две, или три, два или три политических серьезных событий в 2018 году? Вообще события уже происходят, хотя прошло-то всего ничего от года, но тем не менее. Например, решение, которое будет через некоторое время официально оформлено, но уже принято, об отмене ограничений для руководителя КНР, ограничений по времени, это очень серьезное изменение. Это серьезное изменение для Китая, потому что во многом модель политическая после 80-х годов строилась на том, что там обязательно ротация. То есть, меняется вот это вот, даже меняется не личность только, а меняется некая мировоззренческая позиция, и вот таким образом Китай все время подстраивается к меняющей обстановке. Сейчас выбран другой вариант, сильный лидер, который должен быть неограничен. Но это не значит, что он будет вечно, но уж точно он не уйдет после двух сроков, как думали. Что из этого получится, это вопрос сложный, потому что китайцы это решение свое о ротации приняли на основе анализа несчастного опыта Советского Союза, который в свое время не совершил необходимых ротаций и поплатился. Так что теперь они возвращаются, ну, как всегда, сильный лидер считает, что он умнее других, и он, так сказать, справится с вызовами. Как бы то ни было, с точки зрения международной политики это очень важно, потому что это означает отказ от позиции Дэн Сяопина о том, что Китаю высовываться не надо. Дэн Сяопин в свое время сформулировал, что скрывать возможности прикидываться ветошью, если на жаргоне говорить, и делать вид, что мы надо накапливать силы, а когда-нибудь совсем далеко потом посмотрим. Сейчас фактически признано, что все, накопили, мы выходим. И у нас лидер, который соответствует этим запросам. Что это будет означать для мира? Вопрос. Для России на данном этапе это хорошо, потому что Си Цзиньпин к России относится с уважением. И с величайшим уважением он относится к Путину. Что будет дальше? Не знаю, потому что националистические тенденции в Китае есть, и они скорее укрепляются. А китайский национализм он мало кому приятен, не только Америке, но и нам как ближайшим соседям. это один комплекс изменений, который будет сильно на все влиять. Второе, это, конечно, Европа на мой взгляд просто дематериализуется как глобальный политический фактор. Мы наблюдаем тяжелейший политический кризис в Германии, которого не ожидали. Многие говорили о том, что усталость от Меркель и нужно обновление, но не сейчас. Вот через какое-то время, сейчас еще да, все нормально. И вдруг выяснилось, что она прошло сколько, полгода, правительства нет. Не может сформировать правительство, никто даже представить себе такое не мог прошлым летом, когда шла избирательная кампания. Это означает, что Европа уходит в себя, а это в свою очередь означает, что Европа становится не субъектом, а объектом политики. А это исторически всегда чревато, потому что борьба, так сказать, за влияние на Европу, части Европы или всю Европу, это большая геополитическая игра, которая много чего может за собой повести. Учитывая обострение между США и Россией, плюс роль Китая, которая идет на запад в сторону, на запад не в политическом смысле, а в географическом, в сторону, так сказать, Евразии и Европы, тут масса всего интересного будет происходить. Ну и что касается нашего развития, новый президентский срок, как уже очевидно из всего того, что мы услышали еще до выборов, он будет явно очень насыщенным и другим, не таким, как предыдущие. Пока трудно сказать каким, но и дело не в том, что хочет Путин или что не хочет Путин, а дело в том, что, как он правильно сказал в своем послании, мир меняется вне зависимости от того, хотим мы не хотим, нравится нам или не нравится, даже то, что нам нравится, мы очень мечтали, как вы помните, о многополярном мире с 90-х годов. Вот он пришел, счастья он не принес никому, в том числе и нам. Сам по себе подрыв американской гегемонии не означает того, что мир стал безопаснее и управляемее. И вот в этом новом вареве, которое возникло, сейчас России надо решать сначала свои внутренние проблемы, нет, не сначала, параллельно свои внутренние проблемы и проблемы с оппозиционированием вот в этом действительно формирующемся новом мире. А Дальний Восток? А Дальний Восток это один из элементов этой всей большой конфигурации, потому что одна из важнейших, это уже мое личное мнение, может я утрирую, но психологическая проблема России, российского общества на протяжении даже не лет и не десятилетий, а столетий это болезненная зацикленность на Западе. Причем зацикленность имела, она могла быть про или контра, или бросаться в объятия и хотеть быть как они, или отмежовываться ногами и руками, доказывать, что мы не такие и все такое, но это Запад как точка отсчета, ментальная. Это отдельная дискуссия, в этом было хорошее, было плохое, наша культура оттуда, в общем, часть западной культуры, в то же время у нас своя специфика, но дело не в этом. в современном мире это абсолютно неактуально, потому что Запад не из-за нас, а сам по себе перестает быть доминантой мировой. Азия, опять же, по целому комплексу причин выходит на такие же роли. И вот наши это все время поворот головы, хотя у нас в Орлах две головы, такое ощущение, что они все время норовят обе в одну сторону посмотреть. Вот это не соответствует вызовам, то есть мы должны балансировать. Ни в коем случае речь не идет о том, что мы, значит, поднимаем знамя и идем воевать с Европой и Америкой. Боже упаси! Просто спокойно понимать, что там свет клином не сошелся ни на чем. А здесь, наоборот, на Востоке, нам надо свою политику во многом строить, если не с нуля, то с очень низкой точки, потому что до недавнего времени, до последних лет Россия в Азии никак не воспринималась. Вот это вот очень печально, но это факт. Нас там не было как факторы. Сейчас мы начинаем появляться. Вот когда будет сбалансированное положение и там, и там, вот тогда можно будет сказать, что Россия готова к вызовам 21 века. Сегодня в программе «Звезда на звезде» был политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Спасибо вам большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова